Ну, я постараюсь записать очень короткий ролик, он называется «Несправедливость». И вот если ты чувствуешь, что по отношению к тебе, например, твоя вторая половинка, или кто там к тебе несправедлив, и ты ощущаешь эту самую несправедливость, из этого чувства, из несправедливости, вылезает чувство обиды. То есть тебя от несправедливили, ты обижаешься. Из чувства несправедливости выходит чувство обвинения. Обвинение, то есть меня кто-то растоптал, размазал, унизил, меня это обижает, цепляет. И в душе, даже если вы боитесь этому человеку в глаза сказать, но вы его все равно обвиняете. И вот из этого обвинения вы делаете очень большой крах своей жизни. Из этого чувства у вас утекает вместе с обвинением ответственность к этому человеку. Тот, кого вы обвиняете, вы ему передаете ответственность управлять вами. Вы не можете, так сказать, совладать своими чувствами. Ну и поздравляю, если вы отдали ответственность, то вы безответственный человек, и вас будут продолжать. Этот урок вами не выучен, потому что за все в этой жизни отвечаете вы. За все, что у вас выросло в вашем огороде, все сорняки, все плодовые деревья, это все ваша вина. Ваша ответственность. Если вам хочется поменять, а вы понимаете, что на логике не можете поменять. Вот ко мне сегодня там постучался парень, мы с ним полгода назад разговаривали. Богатый, своя компания, туевы кучи всяких спортивных машин, мотоциклов, много путешествий. И у него боль все равно, его психотравмы, детство все равно, а не его. Вот. И полгода назад я до него тогда не смог достучаться, а сейчас уже и у меня силы, и он, ну, я надеюсь, сейчас уже я смогу ему показать то, что у меня есть и чистое намерение, и инструменты, и профессионализм. Полгода назад тогда я его, как бы, ну, не смог убедить, так скажем. Мое подсознание, какие-то у меня были неуверенности, страхи и так далее. Так вот, если вы чувствуете, что ответственность вам нужна, и тогда вы можете записаться на консультацию, на диагностику, увидеть причину, потому что причина не в том, не тот, кто вам больнее всего делает, не с ним надо сражаться. Он тоже чистая душа, но над ним тоже лежат огромные тонны говна в виде эго, в виде программ перепрошилок. Вот, ваша причина, почему этот человек есть в вашей жизни, ваша причина боли находится в ерунде где-нибудь там в возрасте до трех, до пяти лет. Кто-то что-то посмотрел не так, какую-нибудь сказку не ту прочитал, мультик не тот посмотрели, киношку, мамы не так шлепнули вас еще там по попке. Вот, и все, и у вас первичное чувство из ерунды всегда, из какого-то крошечного, у меня вот жена сажает петуни, да, она приносит там какие-то там пыль какая-то вообще непонятная. А это семена петуни, да, вот у вас из какой-то пыли может вырасти там что-то такое, или из одного желудечка может огромный дупр. Надо бороться не с дубом, не с суками, я имею в виду не со стволами, особенно не там где ты сидишь. Убирать надо сам корень, никакие медитации, никакие нелперы, это же нелпер тебе поможет там заякорить. Это вообще, это очень хорошая техника, но уже после гипнотерапии классная техника, или вместе с гипнотерапией классная. Если первично вирусы все, то как ты это не полируй, например, если тебе в телефоне все в вирусах, ну купишь ты новый чехол, ну полирнешь ты это все, он все равно будет глючит у тебя. Не знаю, надеюсь я как-то вот так, у меня нету причем задачи там кому-то что-то продать, у меня только для людей, которые уже понимают, что е-мое, что-то действительно, что-то вот правда, ну правда так. Потому что у меня у самого было вот это вот чувство несправедливости, у меня было чувство вот такое, что обида на человека, я так же обвинял этих людей. А мне казалось, что я ответственный человек. А оказывается, вот сейчас я начинаю это понимать, ты сброс ответственности, и ты никогда не решишь эту проблему. Это не выученный урок, тебе опять говорят, иди сдавай, опять, опять не. Причем, если в жизни там можно подмигнуло короткую юбочку, разрезик там, что-нибудь колбаски, шоколадки, денежек, и тебя дальше проводят. Там в том мире ты никого не наебешь, никого. Там все четко, там они все видят просто. И есть кармический гипноз. Кармический гипноз – это когда ты зашел, убрал, они говорят, все, вот-вот, теперь урок выучен. И все начинает, знаете, мистическим образом. И по-другому начинает все функцилировать. Почему он называется кармический? Вы переписываете, вы, заходя в прошлое, помните, я говорил, назад в прошлое, зашли туда, поменяли там все, переделали, все, нет этого чувства. И кармический что-то переключилось, и у вас вы уже заходите в другой портал. Вот для чего это все нужно. Заходите в портал, где вы живете, общаясь с вот этим миром, с божественным вверх. Не вниз заныривать, через сигареты, через алкашку, наркоту и так далее, а наверх. Кстати, про матершину буду записывать ролик после того, как выйду. У меня тут ретрит завтра на самых царских, что ни на есть, растениях учителях. И там у меня будут полно аргументированное право такой ролик запилить на эту тему. Просто некоторые люди думают, что матершина – это что-то гадкое. Это вот, это тоже демоны вас так ебут. Потому что на самом деле все матерные слова, они все связаны с половыми органами, с размножением. А когда вам кастрируют, купируют это, тебе нельзя. И раб такой, мне нельзя. А когда попадаешь в тот мир, а там с тобой разговаривают прям тоже матом. И у них есть, они тебе показывают, где тебе, куда ты, где ты что делал. И у тебя был там пиздец. Они всего двумя чувственные, кстати, прям. Ну, там, конечно, есть расширение, они могут сильно говорить. Но вот про матерные слова там есть два слова, они тебе показывают. Пиздец и заебись. Пиздец и заебись. И вот там, где ты себе переписываешь, убираешь из себя весь пиздец. И у тебя есть чувство, которое у тебя в душе прям вот. Вот этот триумф, вот эта вот радость. Заебись. Вот когда ты вот так общаешься, то наоборот ты подселяешь к себе не демонический мир, как бы вам кто ни пиздил. А наоборот подключаешься к божественному миру. Это реально от Бога вот эти вот все вещи. Вот эти слова оттуда. Я уже говорил, это бранные слова раньше перед битвой. Человек матерным словом прогонял, наоборот, демонов. Страхи, неуверенности, сомнения. Наоборот, это слова силы. Это слова гнева. Слова злости. Слова победы. То есть, ты в себе веришь, заебись все будет. И вот на этом чувстве ты идешь в бой, сражаешься и побеждаешь. Кстати сказать, вот эти вот, можете открыть, посмотреть, да. Были такие древние воины, самые бесстрашные на нашей планете. Они вот как раз не до трипа ели, а ели не микродозинг, а ели средний доз. Прямо перед боем. Они раздевались до гола, съедали, знал каждый свою дозу, чтобы его не забрали в трип. Там обычно это пол, шапки, что-то такое. Съедал, кусал свой щит. И были самые бесстрашные воины. Берсерки. Наберите, посмотрите. Кстати, у меня завтра день пищевой паузы. И потом мой долгожданный ретрит на золотых. Все. Всех обнял, приподнял. Надеюсь, был полезен. Можете поставить лайк, подписаться на канал. Сбросить вашим друзьям. Можете подсматривать, подглядывать. Можете черпать какие-то мои идеи, вдохновения. В любом случае, вы чувствуете, наверное, отличаются люди, которые подключены туда, от людей, которые одержимы бесами. И выберетесь, с кем вам по пути. Все. Всем успехам.